Между тройкой и четверкой поликлиники Оренбурга проинспектировали столичные ревизоры от УНФ. Напомним, за здравоохранением региона народный фронт следит уже несколько лет. С тех пор, как в 2014 году, качество и доступность медицинской помощи в области оценили на два. Но с тех пор, конечно, многое изменилось в лучшую сторону, но до совершенства поликлиникам все еще далеко. Узких специалистов по-прежнему не хватает, виртуальная запись не избавила пациентов от реальных очередей, да и банальная организация приема почти везде хромает. Что особенно возмутило столичных экспертов, а что, напротив, приятно удивило. Екатерина Киселева и Вадим Доминов посетили шесть поликлиник в самых разных концах города. Вообще, Валентина Николаевна в поликлинике гость нечастый, а тут прижала. Всю ночь не давала спать сердце, утром решила, пора к врачам. Оказалось, не все так просто. Мы сюда полтора часа звонили, телефон не отвечал. Мы не поняли, в чем дело, а мне плохо, плохо, плохо. Мы приехали здесь, были в 10. Когда я зашла записываться к кардиологу, меня записали на 13 декабря. То есть к ее сердцу и жалобам прислушаются только через полтора месяца. Скажете, вопиющий случай – отнюдь. В каждой второй поликлинике он имеет место. Очень трудно записаться к врачу. К неврологам записываемся за две недели. Вот чтобы попасть, нужно к хирургу, допустим, к нейропатологу, две недели, а то и три записываются. Например, к неврологу не запишешься вот так просто за месяц вперед. Все эти жалобы и стали поводом для очередной проверки независимых экспертов УНФ. Сегодня в центре внимания оказались самые обычные оренбургские поликлиники. Кто крайний? Вид, да, крайний? Да, я. На кровь сдавал? Да. Очередного, очередные и встретит неприветливо. Начало девятого утра пациенту уже на взводе. Очередь тянется из одного крыла в другое. Тот, кто чуть припозднился, обречен на полуторачасовое томление. Очереди. Как видите, виртуальная запись не избавила поликлиники от реальных очередей. Причин тому множество. Старшее поколение наотрез отказывается от нововведений и действует по старинке. Вели компьютерную запись. Мы теперь дольше ждем. На УЗИ два месяца записи. Да я не умею по терминалам. Я лучше очередь отставила. Но даже крепкая дружба с терминалом или интернетом, увы, не избавит от нервотрепки. В поликлинике на улице Зауральная аппарат не работает несколько дней. И на телефонные звонки здесь не отвечают. Как хочешь, так и записывайся. В этой детской поликлинике все вроде исправно. Пробуем взять талон к кардиологу. Тщетно. Кардиолог ушел в отпуск на пять недель. Плюсом с сегодняшнего дня до момента его отпуска еще целой недели уже все занято. И получается, что сегодня у нас 8 ноября. Раньше, чем на 13 декабря на прием к кардиологу никак не попасть. В поликлинике Первой горбольницы дела получше. Привычным столпотворением здесь объявили войну. Начали с того, что рассредоточили терапевтов по этажам. В коридорах сразу стало просторнее. После поработали над тем, чтобы кровь принимали аж пять пар рук. Очередь у вас здесь большая? У нас бывает до 200 человек. Сдают кровь. Но здесь пять медсистем. Все профессионалы. Впрочем, больше всех удивили экспертов в поликлинике на Дзержинске, 18. Клиент А65. Родитель кабинета 9. Искоренить очередь здесь помогла не только грамотная работа с терминалом, но и ремонт. Когда-то крошечной регистратуре было не протолкнуться. Сейчас это открытое пространство с несколькими специалистами. Кроме того, в медучреждении тщательно продумана навигация. Захочешь – не заблудишься. Такие перемены не могут не замечать даже самые привередливые пациенты. Мы всем довольны. Особых очередей нет. Очень хорошо. Много свободного, спокойного времени здесь. Вообще, оценивая работу поликлиник, эксперты учитывали комфорт и чистоту медучреждения, очереди или их отсутствие, доступность диагностических исследований и узких специалистов. У Оренбуржья, а летом у НФ работали также в сельских поликлиниках, оценка получилась спорная между тройкой и четверкой. Вроде бы и прогресс налицо, но и пробелы все еще есть. Впрочем, все эти проверки устраивались, конечно, вовсе не ради оценок. Чтобы администрация этих учреждений слышала своих посетителей, чтобы учитывала вот те претензии, те возражения, то недовольство людей, которое у них есть. И все это использовалось для того, чтобы в дальнейшем это исправлять и планы своей работы строить именно с учетом мнений людей. Кстати, сегодня после поднятой шумихи Валентине Николаевне удалось-таки попасть на прием к кардиологу. Так что все не зря. История Киселева, Вадим Доминов. Наше время.